Здравствуйте, коллеги. Вы на этом слайде видите цензурированную версию названия моего доклада, которая на самом деле лучше отражает то, о чем я сегодня собираюсь говорить, чем изначальная версия моего доклада, как это часто случается. И тогда, наверное, давайте сразу начнем. У нашей конференции сегодня, наверное, было множество разных задач, но одной из задачей было как-то осмыслить то, что мы все чаще слышим как от исследователей, причем не только исследователей детства, так и от медиа, от наших знакомых. С одной стороны, все говорят, что современные взрослые, современная молодежь не хотят взрослеть, остаются инфантильными и так далее, а с другой стороны, что современное общество заставляет детей терять детство, значит, взрослеть не по годам и прочее, прочее. И, конечно, значительная часть из этого – это знакомые нам моральные паники, но, тем не менее, есть и какие-то исследовательские данные, которые подтверждают наличие этих противоречивых тенденций. И в своем докладе я хочу сделать две вещи. С одной стороны, я хочу заземлить эту дискуссию на один конкретный эмпирический объект. И этот объект – это участие подростков в деятельности, которая традиционно считается деятельностью для взрослых, то есть политики. Подростковость – это такой неопределенный период между детством и взрослостью. И, соответственно, подростков и молодых людей, с одной стороны, обвиняют в инфантилизме, а с другой стороны, сетуют, что они рано взрослеют. Я хочу посмотреть на то, как сами подростки, участвуя в политике, осмысляют свои роли, свою агентность. Считают ли они себя, например, детьми, и в каком смысле, или считают ли они себя взрослыми, и почему. И, с другой стороны, я хочу поставить вопрос о том, нужно ли нам вообще, полезно ли нам вообще это понятие инфантильности, и чем инфантильное отличается от детского. То есть, в каком-то смысле попытаться на таких конкретных примерах сделать что-то похожее на то, о чем Артем уже сегодня говорил в начале дня. И опять еще невидимую кнопочку, чтобы переключить доклад. Да, и я, наверное, сразу скажу, что я собираюсь показать в своем докладе. На основе анализа как каких-то своих данных, так и обращения к работам других исследователей, я выделю три разные способы или модели самопредставления политически активных подростков. И я называю их самоинфантилизация, маленькие взрослые и детская политика. Это, наверное, не самое удачное название, я это понимаю, но мне кажется, они хорошо отражают то, о чем я буду говорить. Надеюсь, это станет потом понятно. И на основе этих моделей я, опять же, поговорю о том, как инфантильное отличается от детского, как вы уже можете видеть на основе вот этих трех названий. И, с одной стороны, я буду обращаться иногда к данным и к работам, написанным другими исследователями, я буду их тогда цитировать в процессе. И, с другой стороны, я буду опираться на свои данные, они здесь коротко перечислены. Это всегда глубинное интервью с политически активными подростками. Я собрала данные в два разных периода, с одной стороны, почти 10 лет назад, и с другой стороны, уже сейчас. И я изучала, с одной стороны, участие подростков в разных протестных движениях, как в таком старом движении за честные выборы, так и в более современных оппозиционных протестах. И также я изучала участие подростков в разных публичных конфликтах школы, когда коллектив школы, в том числе старшеклассники, мобилизуются для того, чтобы решить какую-то проблему, которая в школе возникла с помощью коллективного действия, и участие подростков в молодежных оппозиционных организациях, климатическом активизме. Да, и сразу начну с первой модели, о которой я буду говорить. Я начала свое исследование, как я уже говорила, почти 10 лет назад, в 2012 году, и тогда я стала изучать участие подростков в протестах за честные выборы и в публичных школьных конфликтах. Тогда мне было очень интересно как-то вообще подумать, поставить вопрос о политической агентности детей и подростков, и мне казалось, что если где-то я и смогу найти вообще эту агентность, то я ее, конечно же, найду в политике, да, среди тех, кто уже как-то вот решил быть активными гражданами. Оказалось, что я была не совсем права, и, собственно, вот этот слайд, он это продемонстрирует. Во-первых, я обнаружила, что роли, которые брали на себя политически активные подростки, мы информанты, это были такие роли, которые, ну, в каком-то смысле можно описать, как роли, подходящие для детей. Да, например, многие из них рассказывали, что они участвовали вот в протестах или в конфликтах на ролях помощников взрослых. И вот здесь есть цитата, да, вторая на этом слайде, которая это иллюстрирует. Я, наверное, буду зачитывать цитаты, потому что они для меня важны. Вот молодой человек, участвующий в школьном конфликте, говорит, что мы делали. Мы помогали уволенному директору, ради которого, в общем-то, из-за увольнения которого вот коллектив школы протестовал, мы помогали директору что-то поносить, перенести. Например, у него очень много было аквариумов, много мебели. Мы это ходили, переносили из кабинета в другие места, как-то так. Когда собирался вот этот митинг-концерт, мы помогали его организовывать, натягивать там всякие палочки. То есть мы видим, что вот эти молодые люди, школьники, берут на себя вот такую традиционную роль, значит, помощников взрослых. Или как вот тут другая цитата, это фрагмент моего интервью с школьником, который участвовал уже в протестах за честные выборы. И мы видим из этой цитаты, что он тоже связывает ту деятельность, которую он для себя выбирает, как раз со своим возрастом. Он говорит, я обычно волонтерские такие мелкие, какие-то распространения листовок, письма в интернете, координация между друг с другом, а так крупного я по возрасту не могу. И даже, наверное, более важно, это то, как они осмысляли, представляли свои собственные роли в этих публичных конфликтах в целом, как свои собственные, так и подростков в целом, таких, как они. И они представляли себя как тех, кто по возрасту не способны к полноценному участию. И вот цитата, последняя на этом слайде, иллюстрирует эту идею. Здесь молодой человек говорит, я думаю, что несовершеннолетний не может быть полноценным участником протеста, потому что нет еще такого определенного взгляда. А просто идти за толпой, ну, если ты идешь туда с семьей, это еще ладно, ты поддерживаешь их мнение. А если ты идешь туда просто с какими-то там националистами, чтобы просто покричать, покидать фаеры, ну, это. Это, в общем, все с этим понятно. Эта цитата, мне кажется, очень важная, да, потому что она иллюстрирует, с одной стороны, она иллюстрирует такой как бы легитимный, да, в глазах этого молодого человека способ участия подростков в протесте, это участие с семьей, да, когда такое консервативное участие, когда ты поддерживаешь мнение членов своей семьи. С другой стороны, участие с равными, да, ну, например, участие с кем-то, кто тебе там симпатичен по взглядам, например, националистами. Это участие, это уже не участие в политическом действии, а это вот просто вот покричать, да. То есть мы видим, что вот эти молодые люди, они инфантилизируют себя, как, да, себя самих, так и подростков в целом. То есть в целом они как бы лишают себя агентности. И как все так легко справлялись с переключением слайдов, это оказалось совершенно не тривиальная задача здесь. Да, у меня был такой перерыв небольшой в этом исследовании, я вернулась в поле уже в 2018 году, и я обнаружила совершенно другую картину. Тогда я уже не исследовала, к сожалению, публичные конфликты в школах, но вот я продолжала изучать оппозиционные митинги и участие подростков в разных каких-то движениях, в основном оппозиционных организациях. Что я увидела, да, я увидела, что, во-первых, роли, которые брали на себя мои информанты, они ничем не отличались от ролей взрослых. Они точно так же участвовали в митингах, некоторые из них, как и взрослые, да, участвовали в организации из митингов, некоторые из них выступали со сцены, давали интервью журналистам, некоторые из них были задержаны, ну и так далее, и так далее. И, во-вторых, и, наверное, уже неудивительно, да, они точно так же по-другому осмысляли свои собственные роли и свою агентность. Они уже представляли себя как полноценные участники, и что важно, участники, которые ничем не отличаются от взрослых участников протестов. Вот, например, первая цитата, я ее тоже зачитаю, прокомментирую. Молодой человек говорит, молодой человек, участник митингов, говорит, ну, если честно, конечно, любой человек может участвовать в политической жизни так или иначе. То есть даже если он ребенок лет десяти, если его каким-то образом задела повестка дня, то есть если он все-таки живет в этой стране, точно в таких же условиях, как и остальные, его, конечно, не облагают налогами, но это будет в будущем, это на нем будет отражаться, и он уже сейчас должен создавать свое будущее. То есть мы видим, что здесь молодой человек рассуждает о детях как о тех, кого какие-то проблемы, против которых протестующие сегодня протестуют, затрагивают точно таким же образом, как и взрослые, не каким-то особенным образом, а точно таким же. И, как я уже говорила, да, мои информанты, вот, начиная с 2018 года, они все относительно активно участвовали вот там в протестах или в каких-то движениях, при этом представляете протесты как, ну, как бы обычный взрослый протест. Как они оправдывали свое участие в взрослых протестах, оставаясь при этом, ну, все-таки несовершеннолетними. И вот вторая цитата, да, она дает в каком-то смысле ответ на этот вопрос. Здесь вот девушка, участница митингов оппозиционных, говорит, мне классная руководительница сказала, что моя фотография с митинга у директора и у социального педагога. После этого меня соцпедагог выхватил из толпы и сказал, пошли со мной поговорим. И как итог, она пыталась меня переубедить, ну, что это неправильно, ты не должна так делать, тебе не надо вытасоваться, это дело взрослых, а ты еще маленькая. Я говорю, типа, вы говорите нам всем, что мы уже взрослые. И я как бы веду себя как взрослая, я психологически старше, и поэтому я делаю такие решения. Да, то есть вот мои информанты, начиная с 18-го года, они продолжали считать политику взрослым делом, но считали, что они сами, в отличие от многих других подростков, их одноклассников, например, просто психологически старше, и они на самом деле уже взрослые. И поэтому они участвуют в этих протестах точно так же, как и взрослые. Что интересно, что было видно во многих интервью, что взрослость вообще становится такой важной ценностью для этих молодых людей. И вот последняя цитата иллюстрирует эту идею. Как вы видите, автор этого высказывания, молодой человек 26 лет, он не подросток, я это понимаю, но он один из лидеров движения Fridays for Future в России. Да, оно существует, предваряя вопросы, которые я на эту тему всегда получаю. Да, это движение, которое, ну, по крайней мере, на Западе известно тем, что оно представляет себя как движение детей. И в России среди активистов тоже есть несовершеннолетний, но вот один из лидеров, он несовершеннолетний, но вот молодой человек. И вот он, значит, говорит в интервью. Утром была акция, которую организовывал Greenpeace, они арендовали футбольное поле, они выложили там телами нау. Я в этот день туда не пошел, потому что я ехала обратно из Питера, и мне не понравилась идея, потому что там была какая-то еще игра в мячик, мне не понравилось, что это что-то детское. А мы, в принципе, говорим, ведите себя как взрослые и что-то подобное. То есть мы видим, как взрослость для этих молодых людей становится ценностью, которой они стремятся. Я назвала эту модель «Маленькие взрослые». Я думаю, что в этой аудитории все это название хорошо узнают. Это цитата из Ариеса. В каком-то смысле я ее здесь использую как метафору, как аналогию. То есть мои информанты представляют себя как тех, кто ничем не отличается от взрослых, кроме, ну, очевидно, даты рождения в паспорте, ну и, возможно, я не знаю, объема тела, да и то сомнительно, потому что, наверное, физически они уже тоже, многие из них выглядят как взрослые. И последнее, о чем я хочу поговорить, это модель, которую я назвала «детская политика». Опять же, к вопросу о том, чем инфантильная отличается от детского. И действительно, самоинфантилизация и участие как взрослые не единственные способы участия подростков в политике. И вот в рамках этой модели, которую я назвала «детская политика», молодые люди, подростки представляют себя как особые политические акторы, которые отличаются от взрослых, но при этом не приписывают себе инфантильные черты. Я не обнаружила такого в своем поле в России пока, но я часто встречалась с этим в литературе на примере исследований каких-то других подростковых и детских политических движений и в других странах. И я здесь решила привести несколько примеров, три примера, вот все их вы видите на слайде. Первый пример – это движение, о котором я уже говорила. Я говорила о нем по отношению к России. Здесь я хочу поговорить о западноевропейском Fridays for Future. При него уже довольно много написано, в принципе, статей и в медиа, и исследователями. И это движение, которое, по крайней мере, публично представляет себя как движение детей. И у этой риторики есть такие, на мой взгляд, три элемента. С одной стороны, во-первых, детям принадлежит будущее. Дети – это те, кто будут в первую очередь страдать от изменения климата, и поэтому у них больше прав на политическую агентность, чем у взрослых. Во-вторых, взрослые не берут на себя ответственность, и поэтому ответственность берут на себя дети. И в-третьих, что для меня особенно интересно, дети, они как бы более искренние, более неравнодушные, открыты новому по сравнению со взрослыми, и поэтому они в каком-то смысле даже лучшие политические акторы, чем взрослые. То есть таким образом движение не стремится показать себя как движение взрослых, а напротив, подчеркивать свою детскость как преимущество. Второй пример – это движение работающих детей в Перу, хотя на самом деле она и в других странах Латинской Америки существует, но про Кейс Перу написала прекрасную книгу Джессика Таффт, всем ее очень рекомендую. Вот вторая картинка на этом слайде, это, собственно, обложка этой книги, это движение детей, как следует из названия, которое борется за право детей на труд без эксплуатации и на уважение этого труда. В движении при этом есть как дети, так и взрослые коллабораторы, задача которых, как они сами об этом говорят, помочь детям обрести свой голос и политическую субъективность. И для того, чтобы не воспроизводить какие-то традиционные возрастные иерархии между взрослыми коллабораторами и детьми-активистами, движение сформулирует ряд правил, которым все участники этого движения, как взрослые, так и дети, обязаны следовать. Например, они говорят, что и у взрослых, и у детей есть голос, то есть и взрослые, и дети могут делиться своими идеями на встречах и так далее, но право голоса, то есть право голосования во время принятия решений есть только у детей, у взрослых его нет. Или, например, не взрослые коллабораторы выбирают себе группы детей по каким-то характеристикам, а дети выбирают себе взрослых коллабораторов и так далее. То есть, несмотря на то, что, как Тафт сама пишет, вот эти традиционные возрастные иерархии, конечно, где-то в движении воспроизводятся, но движение как бы активно старается работать на их преодоление. То есть, таким образом, дети учатся политике с помощью взрослых, но при этом не являются ни помощниками взрослых, не сливаются со взрослыми. Именно дети находятся in charge, у руля в этом движении. И, наконец, последний пример, который я хочу привести, он основан на исследованиях такого исследователя американского и турецкого происхождения Хайдара Дариси. Он изучал участие курдских детей в протестных демонстрациях в Турции. Он приводит в нескольких своих статьях пример две конкретные демонстрации 2006-2008 годов, в которых приняли участие тысячи детей. Это стало таким обсуждаемым феноменом, о котором писали как турецкие СМИ, так и курдские СМИ. И интересно, что если турецкие СМИ представляли детей как таких невинных жертв манипуляции курдских взрослых, то курдские СМИ представляли детей как иррациональных акторов, которые склонны к насилию вместо диалога. И, мол, если турецкие власти не готовы вступить с нами, со взрослыми, в рациональный диалог, тогда вы столкнетесь с нашими детьми, которые к диалогу не способны, а способны только кидать камни. И Хайдар Дориси, следователь, он стал брать интервью самих детей, участников этих демонстраций, и он обнаружил, что эти дети предлагали в каком-то смысле другие непривычные для нас представления о политическом вообще. То есть политика для них не была чем-то взрослым, способом повзрослеть, как для моих информантов, вот о чем я как раз весь предыдущий слайд говорила, а наоборот являлась каким-то своеобразным отказом играть по правилам взрослым и становиться взрослыми вообще. То есть детскость ассоциировалась с радикализмом, которого нет у взрослых. Если взрослая политика предполагала диалог с государством, то дети говорили, что они как бы отказываются вступать в разговор с государством, которое заставляло их на протяжении всего своего детства постоянно переживать насилие. И тоже вот Дориси фиксирует такую тенденцию, которая заключается в том, что многие на самом деле молодые, но уже совсем не дети, взрослые начинали называть себя детьми, потому что такой вот курдский ребенок, как-то стало своеобразным образом определенного способа как бы делания политики. Да, и у меня нет слайда с выводами, я надеялась так время сократить. В общем, да, я не знаю, получится, поможет ли это этому. В общем, что я хотела сказать. С одной стороны, я хотела показать, что в разных ситуациях подростки могут действовать и представлять себя как инфантильных или как, наоборот, рано повзрослевших. И нам, как исследователям, было бы, наверное, интересно не столько попытаться ответить на вот этот большой вопрос, так все-таки вот молодежь наша инфантильная или вот, наоборот, они рано взрослеют, сколько смотреть на то, почему в том или ином контексте одна риторика уступает место другой. И я, на самом деле, в своем исследовании это пытаюсь сделать. У меня есть ответ на вопрос гипотеза. В качестве ответа на вопрос, почему ситуация поменялась в России между 11-13 годами и современностью. Я просто сегодня об этом не говорила. И, с другой стороны, я вот хотела на конкретном примере, на конкретных примерах продемонстрировать, чем, собственно, детское может отличаться от инфантильного. То есть в случае детской политики вот эти детские черты и свойства используются для создания специфической политической агентности. Это совсем не похоже на ситуацию, которую я называю здесь самоинфантилизацией, когда подростки как бы лишают себя агентности, используя свою детскость. И кажется, по крайней мере мне сейчас, что для того, чтобы вот это различие провести, для того, чтобы не называть все детско-инфантильным, нам вот это понятие и полезно. Все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за прекрасный доклад. Коллеги, ваши вопросы, пожалуйста. Михаил. Спасибо. Я показываю пример и говорю прямо в микрофон. Света, у меня такой вопрос, ну, такой вечный вопрос о том, что нам делать с тем, что мы слышим в наших интервью, и в других каких-то видим, в других каких-то источниках. Вот. Как вам кажется? Это двойной вопрос. Во-первых, были ли у вас какие-то материалы, помимо интервью, было ли еще что-то? Если я прослушал, простите, но, кажется, речь была именно об интервью главным образом. И как вы вообще, какова критика источника, так сказать, с вашей стороны, вот именно в этом конкретном случае, в связи с этой конкретной темой, такой и сензитивной, во все стороны и так далее. То есть вот в каком статусе для вас эти их высказывания? Это риторика, которую они хотят именно вам транслировать? Это то, что они привыкли отвечать, их уже там десятый раз все замучили об этом спрашивать? Или это вот то самое настоящее какое-то вот истинное такое самопозиционирование, за которое они готовы там под огонь пойти и так далее, и так далее? Да, спасибо за вопрос, Михаил. Вы не прослушали. Действительно, мои материалы — это интервью. В случае публичных школьных конфликтов я пыталась вести небольшие наблюдения, но только в одном случае я, собственно, присутствовала в момент разворачивания этого конфликта. Вот здесь я их не использую. Иногда я их в своих работах использую. Во всех остальных случаях это только интервью. И я, на самом деле, по этому поводу, конечно, много переживаю. Постоянно об этом думаю. Мне очень хотелось бы, чтобы у меня была возможность как-то еще включить сюда какие-то наблюдения, что просто с моим объектом я пока не просто не придумала, как это сделать. Потому что на митингах очень сложно вообще, особенно сейчас, что-то наблюдать. В подростковую организацию, к сожалению, я вступить не могу. Я просто слишком поздно начала заниматься, видимо, этой темой. Что касается того, как я обхожусь с этими данными, я стараюсь ставить вопрос таким образом. На самом деле, короткий ответ через сравнение. Я пытаюсь ставить вопрос таким образом, чтобы видеть различия на одинакового типа данных. Например, то, о чем я говорила сейчас, я смотрела на то, как подростки в одних и тех же интервью представляют себя мне в контексте этого интервью, но в разный период. И я явно видела сдвиг в этой ситуации, потому что там было много интервью, и там было много интервью, и я видела, как эта риторика меняется. И точно так же, когда я сравниваю, например, с другими странами, пытаюсь, это, конечно, скорее пока такие гипотезы, потому что другого типа данных немножко. Но то есть я пытаюсь эти вопросы решить через сравнение. Понятно. Спасибо. Я сяду, чтобы камеру не сгораживать. Спасибо большое за доклад. Вопрос от историка. Скажите, пожалуйста, понятно, что примерно 105-100 плюс лет назад участие молодых людей в политике, оно было совершенно очевидным. Как раз по той причине, что, как мы все знаем, молодое поколение является носителем будущего, и поэтому если вам 16 лет, то вы совершенно точно знаете, насколько вы физически лучше взрослых, насколько вы ближе к будущему, чем взрослые, и поэтому вы должны это будущее делать. Вот, соответственно, вопрос, встречался ли вам такой комментарий, встречались ли вам такие идеи, и если они не встречались, то, может быть, именно в связи с утратой вот этой концепции прогресса через поколение мы и видим такие странные колебания в объяснениях, собственно, участия в политике. Спасибо. Да, мне, ну, как я, собственно, уже сегодня говорила, мне не встречались вообще в моем поле, ну, за редкими какими-то, естественно, можно всегда там в одном интервью что-то найти, но в качестве какой-то тенденции, да, мне вообще не встречались ситуации, в которых бы подростки как-то объясняли свое участие и представляли свое участие как специфическое для своего возраста, да, то есть мы участвуем в политике как подростки, как там дети или как молодые люди, а не как просто вот граждане России, да, сейчас, вот. И вторая часть вопроса была, простите. Об этом нужно подумать, может быть, но я не уверена, в том числе, потому что, например, если мы смотрим на там какие-то примеры детских и подростковых движений в других странах, мы, мне кажется, по крайней мере элементы этой риторики видим, да, но вот риторики там связаны с тем, что мы там ближе к будущему и так далее. Вот, то есть я бы скорее, мне кажется, интересно было бы сравнить, что меняется с развалом там Советского Союза, с уходом определенных педагогических моделей, да, воспитания. Вот, то есть по поводу вообще идеи прогресса как такового, не знаю, об этом нужно подумать, но я пока сомнения сформулировала, но... Можно, да, вопрос задать? Светлана, мы сегодня представляем итоги проекта своего научного, немножко другой теме, но мы проводили аналогичные исследования, да, как вы знаете, и у меня есть вопрос, а передайте небольшой комментарий. Вот по поводу позитивных смыслов детства. Мы проводили интервью, но не только в Петербурге, но еще в Махачкале и как в этой регионе, и в среднем городе провинциальном, с преимущественно русским населением Иваны. И, во-первых, хочу сказать, что вот эти позитивные смыслы детства, но мы как бы намеренно спрашивали про это, они все появлялись. Причем спрашивали детей и взрослых. И дети, почему дети идут на митинги? Потому что они отважные, потому что им нечего терять. Во-вторых, потому что устами ребенка глаголит истина. И тема «Дети – наше будущее». Поэтому вот когда стряков спрашивают, да, и взрослых, потому что дети – это будущее, и они ближе к будущему, и поэтому они идут. То есть все вот эти моменты встречались. Но при этом мы зафиксировали вообще очень различный взгляд в Петербурге, в Иванове и в Махачкале. И вот эти позитивные смыслы детства, конечно, в Петербурге встречались гораздо чаще в интерпретациях. И другие люди выходили на митинги. Если честно, то в городе Иванове нам с большим трудом удалось найти респондентов среди детей, которые слышали фамилию Навальный. Это была реальная большая проблема. И вопрос в связи с этим. А вот, да, еще помимо регионального среза, мы понимали, что вот эти позитивные смыслы детства используют и взрослые дети, те, которые признались склонны в симпатиях к либеральным движениям и партиям. Вот вопрос такой. Ваши информанты, они каким-то образом дифференцировались? Я не знаю, по полу, по волосу, ну, еще, может быть, там 14 лет, 17 лет. Может быть, это протестный митинги, может, они за коммунистов, за Навального и так далее. Очень бы хотелось это знать, потому что если мы будем дальше исследовать, мы бы вот сейчас... Да, спасибо большое за вопросы, за комментарии, особенно, потому что это позволяет мне сказать что-то, что я просто не успела сказать во время доклада. Вот что мне кажется интересным, да, это то, что как раз в риторике взрослых мы очень много можем увидеть вот этих позитивных, очень определенных позитивных ассоциаций с детством в политике. Это как раз показывает вся вот эта вот большая дискуссия, да, которая случилась вот в январе и продолжалась потом в феврале и в марте 21-го года. Как раз мы видели, что вот условно, назовем вот эту часть аудиторию, да, такая либеральная аудитория, симпатизирующая по протестному движению, как раз описывала вот политическое участие детей вот в этих, скажем так, очень романтических, таким романтизирующим языком. И здесь был очень хорошо виден контраст между тем, как взрослая аудитория описывает детское участие и как сами подростки описывают свое участие. Потому что ни в одном интервью, например, я, ну, я боюсь сказать ни в одном, но мне кажется, ни в одном, да, я как бы не вообще встречала попытки описать свое участие, как я лучше понимаю, чем взрослые, что происходит, я смелая или смелая, они не видят лжи, я не могу больше ложь терпеть. То есть все вот, что мы читали у взрослых, дети так не говорят. Подростки, по крайней мере, мои информанты, да, они так не говорили. И вот это на самом деле различие в риториках, оно, мне кажется, тоже как бы достойно отдельного какого-то обсуждения. По поводу, да, и вопрос по поводу данных. Я собирала интервью в основном в Москве и в Санкт-Петербурге, и в 18-м, когда я изучала участие подростков в оппозиционных митингах, это были также интервью с ребятами из Тюмени. Вот. Для меня, ну, то есть в конкретных разных проектах это были разные критерии, но я не пыталась какую-то, как-то определенным образом набирать людей, не знаю, там, разного пола или разного возраста и так далее, но я всегда следовала одному и тому же критерию. Это ситуация, в которой молодой человек или девушка активно поддерживает движение, которое я изучаю, и при этом он или она могут не участвовать в этом движении. И на момент участия они являлись несовершеннолетними. Почти все мои информанты были в возрасте где-то 17 или уже 18 лет, потому что, когда я у них например, брала интервью, им там пару месяцев назад исполнилось 18. Совсем буквально несколько моих информантов 15 лет, там, несколько 16, и один 14. Вот. То есть это исключение, да, но это как бы то, что, собственно, мне просто вот дало поле. Я по возрасту их каким-то образом не отбирала специальным. Ну, как-то так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.